Hello everybody! Welcome to my channel ProEnglish! Или толстая тетрадка, либо кто любит больше печатать, вы можете записывать их в компьютер, заведите файлик в Word или же, может быть, в приложение, в телефон, куда угодно. Главное, просто работайте, регулярно выполняйте свой словарик. Теперь, что записывать, в каком виде? Выписываем примеры в контексте. Допустим, первое слово, которое мы сегодня обсудим, это repay. У меня был такой пример с ним. Let me repay the favor. Позволь мне отплатить за услугу. Repay, пишем контекст, потом произношение транскрипция, repay и несколько основных значений. Это очень важно записать 2, 3 или 4, даже 5 бывает значений, которые в этого слова встречаются. Repay имеет значение отдавать, возвращать, отплатить, компенсировать и так далее. Let me repay the favor. Позволь мне отплатить или, так скажем, возвратить тебе услугу. Потом, когда пример вы уже записали, вы ищите еще 2-3 примера из других контекстов или из того же словаря. Вы можете это переписать. Допустим, что я выписал. Первое. I repaid all my debts. Я выплатил все свои долги. Этот пример уже в прошедшем времени. Видите, слово repay имеет форму repaid, глагол неправильный. Таким образом, вы запомните готовую фразу. I repaid all my debts. Я выплатил все свои долги. Слово repay прорабатывается все лучше и лучше. И еще один, второй пример дополнительный. It will take 10 years to repay the loan. Уйдет у меня 10 лет на то, чтобы выплатить этот займ или кредит. Здесь у нас появилась еще одна интересная фраза. It will take. Уйдет сколько-то времени на какое-то действие. Таким образом, у вас получается три разных контекста, три разных фразы с одним словом, которое вы можете запомнить и использовать потом в своей речи. Следующее слово это consider. Такой пример я выписал. I'm sorry, but I have to consider all the possibilities. Мне жаль, но мне нужно рассматривать, учитывать все возможности. Опять же, consider. Мы его выделяем. Потом пишем транскрипцию, чтобы запомнить правильное произношение. И несколько даем переводов. Рассматривать, обдумывать, обсуждать, полагать и так далее. Когда это готово, пишем еще два-три примера. Первый пример. She considered buying a house. Она рассматривала, подумывала о покупке дома. Заметили? She considered buying. После consider в данном случае мы использовали герундии. Это как раз то, как слова сочетаются между собой. Если вы просто заучиваете слово consider, вы не будете знать, что после него используется герундий. Но если эту фразу вы запомните, вы сразу же вспомните. I consider going abroad. Или I consider buying a new phone, a new car, a new house. Все что угодно. Consider плюс герундий. Запомните, это очень полезная фраза, полезное выражение. И второй дополнительный пример. Consider how fast you can find a new job. Подумай, как быстро ты сможешь найти новую работу. В этом случае у нас consider ставится на первое место. Это тоже очень интересный пример использования данного слова. И последний на сегодня. У меня есть такая фраза to give a shot. To give a shot это значит, как вы думаете? Give, дать, shot это что? Выстрел? Это не выстрел. В данном случае to give a shot это значит дать шанс, дать попытку. Этот пример у меня на компьютере, поэтому я буду читать его с компьютера. Значит, to give a shot, дать шанс, дать попытку, попытаться, попробовать. Именно такие значения имеет эта фраза. Почему бы не попробовать? Такой вопрос. Why don't you give it a shot? Why don't you? Так скажем, отрицательный вопрос. Почему бы не? Why don't you give it a shot? Записали? Запомнили? Еще одна полезная фраза в копилку для разговорного английского языка. И последнее. To give something a shot, дать чему-то шанс. Или можно дать кому-то шанс, кому-то давать вторую попытку. To give somebody a shot. Такой пример. We decided to give him a shot. Мы решили дать ему попытку, второй шанс. То есть, to give him a shot. На этом пока что все. Я надеюсь, вы поняли на этих трех словах, трех фразах, как выписывать лексику, в каком виде и для чего это делается. Выписывайте весь контекст, даете транскрипцию, чтобы правильно произносить слова. Дальше перевод, несколько значений выписываете. Далее дополнительные примеры. И потом это все пытаетесь запомнить и использовать ваши речи. Это самое эффективное, что только может быть. Фразы, предложения, ситуации. Слова именно в этом контексте вы учите. И таким образом вы обогащаете свою речь. Именно так я выписывал слова, когда учился в университете. У меня были очень толстые словарики. Я прорабатывал досконально каждую лексическую единицу. На этом пока что все. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. И на канал подписывайтесь, кто еще не подписан. Канал называется ProEnglish. И делайте репосты видео в соцсетях. Давайте всем расскажем, как правильно вести словарик, чтобы он на самом деле помогал вам учить английский язык. See you guys very soon. Bye-bye.